Подаватели. Нет, мы хотели консультацию. Да нет, нам консультация нужна. Какая жалоба? А не знали, да, что закрыли? Нет. И чего не закрыть, интересно? Ремонт. Видите, там трещин. Потом начал разваливаться. Девушка, вы уверите в это? Так ее не видно. Нет, ну вы уверите, что... Значит, до этого они работали. А сейчас они из-за трещины перестали. Ну, видимо, когда упал потолок, решили съехать. Скорее всего, здесь другое, то, что судим. Ну, ремонт пусть будет. Ремонт тоже надо. Судим сейчас семья, только поэтому не надо. Вот такая вот ситуация сложилась в центральном суде города Николаева. Вы слышали, что заседание, якобы суд переехал в управление Государственной службы по охране общественного... ГСО, Государственной службы охраны УМВД Украины Николаевской области. Однако, как нам уже сегодня стало известно в ходе разбирательства, то также центральный суд частично находится и в здании апелляционного суда Николаевской области. Сегодня, к сожалению, или к счастью, не знаю, нашим журналистам не удалось попасть внутрь аварийного здания, чтобы показать, как именно сегодня там обстоят дела. Однако, я прошу сейчас вывести на экран мой монитор моего ноутбука эти фотографии за 25 февраля. Так вот, в принципе, выглядел суд 25 февраля изнутри. То есть, были наклеены контрольные листки бумаги, и со временем стало понятно, что все больше и больше расходятся стены, появляются большие щели в стенах суда. Сегодня в студию, как я уже говорил, мы пригласили адвоката Максима Красюка. Максим, добрый день. Добрый день. Максим, хотелось бы услышать именно от вас, как специалиста в данной сфере, от адвоката, чем чревато для работы адвокатов, вообще для работы судебной системы центрального района города Николаева, Николаевской области, возможно, вот такое вот аварийное состояние суда. И есть ли уже на данный момент первые результаты вот такой ситуации сложившейся? Ну, скажем так, чревато это тем, что, во-первых, я считаю, что это подрывает авторитет судебной власти, как бы ситуация с этим помещением, с его аварийностью, не нова. Она уже на повестке дня, насколько мне было известно, стояла около двух лет. То есть, в принципе, как бы к этому нужно было готовиться, и я считаю, что должны были быть готовы к тому, чтобы найти достойное помещение и обеспечить возможность беспрерывной работы суда с тем, чтобы каждый гражданин имел право реализовать свои права, закрепленные в Конституции, то есть, в частности, статьи 55 Конституции Украины. Какие результаты этого? Ну, скажем так, поскольку мы открыли гражданскую приемную для лиц, принимаем жалобы на действия бездействия правоохранительных органов, в том числе и судей, как бы начали поступать жалобы по поводу того, что нарушаются разумные сроки рассмотрения дел уголовных, административных, гражданских дел, в частности, как бы людям непонятна ситуация, которая сложилась в Центральном суде. То есть, многие, обращаясь как бы в Центральный суд, назначаются даты заседания, ну, это было, в частности, вот конец как раз февраля, им сообщалось о том, что, извините, дело рассмотрено не может быть, так как суд не имеет такой фактической возможности, нету здания, вынуждены переезжать, занимаемся организационными вопросами, связанные с переездкой, с тем, чтобы архив, как бы, суда перевести свои дела, настроить всю эту систему, поэтому сказать, когда будут рассмотрены дела, где, ну, никто из судей, как бы, не брался. Скажу по своему опыту, у меня, как бы, было отправлено там несколько жалоб, ну, в рамках уголовного дела, которые, как бы, имеют короткие сроки рассмотрения предусмотрены, то есть пять дней были отправлены, они еще где-то числа 20-го, 23-го февраля, то есть до сегодняшнего дня я, как бы, не получил даже уведомления о том, что эти жалобы получены, как бы, по почте обратного уведомления, и, как бы, не уверен, в принципе, что его получу. Обратившись в канцелярию, которая находится на Шевченко, как бы, я тоже, в принципе, получил информацию по поводу того, что пока все организовывается, вы же понимаете, что еще не все дела, как бы, расписаны, поэтому, увы, войдите, как бы, в ситуацию, ну, мы-то понимаем, люди, как бы, этого не понимают, и не понимают этого сама по себе ситуация, нарушены, как бы, права людей, да, некоторые из них требуют, скажем так, немедленного восстановления, закон, как бы, это приписывает, ну, увы, оно невозможно, то есть мне, как бы, честно говоря, как адвокату, ну, непонятно, как эта ситуация именно обрела такой вид, который имеет на сегодняшний день. По поводу того, что осуществляется правосудие в здании на Шевченко... Да, вот, вот, интересен сам данный момент, имеют ли там право находиться вообще суд или нет? Я скажу вам, как бы, по поводу имеет, не имеет, есть, скажем так, официальные данные на сайте, да, то есть по сегодняшний день, как бы, это ладно, мы живем в городе Николаево, как бы, знаем, да, там, внутренние проблемы. Люди с другого города, которые обращаются, скажем так, в Центральный суд, ну, по подследственности открывают, как это положено, официальный сайт судовой влады, да, где видят адрес, как бы, старый адрес, Потемкинская, 49, если я не ошибаюсь. Именно туда отправляют свои документы, куда ложат оригиналы, там, в том числе и квитанция об оплате судебного сбора. Ну, как бы, тот же самый вопрос, попадут ли они, попадут ли они в сроки, не будет ли потом считаться, что срок пропущен, поскольку надо было, как оказывается, отправлять на Шевченко. То есть, сразу же, зайдя на официальную страницу, как бы, увидеть по поводу того, что суд переехал, или канцелярия суда переехала на Шевченко, как бы, ну, невозможно. Надо еще, скажем так, уделить достаточно время, чтобы в подменю обнаружить вот такое вот уведомление. Касаемо рассмотрения судом дел и того, что переехал в апелляционный суд, ну, как бы, я вам скажу, в частности, сегодня, да, было назначено дело по делу по обвинению Кинды, то есть, достаточно громкое дело, то есть, большое, объемное, сложное. На сегодняшний день судебное заседание не состоялось, каких-либо уведомлений об этом мы не получили, на когда нам необходимо явиться, куда нам необходимо явиться, такой информации, как бы, тоже у нас нет. То есть, фактически, как бы, либо нам сидеть, ждать этой информации, как бы, либо нам надо получать эту информацию самостоятельно, искать судью, спрашивать у него, как бы, ну, я считаю, что это неправильно, это недопустимо, тем более, что судебная, как бы, власть, она в стране, где основной из принципа является верховенство права, да, ну, доступ к ней должен быть граждан всегда, то есть, организованной и на высоком уровне, как бы, поставленной. Ну, вот, в принципе, у нас сегодня перед эфиром в студии побывал один из, я не знаю, можно назвать его жертвой, ну, жертва обстоятельств, так скажем. Я хотел бы сейчас попросить включить видео николаевский бизнесмен, который также сегодня попытался, на днях попытался обратиться в центральный суд. Пацаны рассказать о случае, который у меня случился в январе месяце, у меня было ДТП, где я являюсь пострадавшей стороной. Ждали суда, нам не приходили на протяжении долгого времени ни повестки, никаких уведомлений, когда все это состоится, неизвестно. В результате своими силами мы нашли информацию о том, когда состоится суд. Громко хлопнув дверью суда и осыпав остатки штукатурки в здание центрального района суда, мы попали на заседание к Дерку Ивану Ивановичу, который нам ответил, что решения не будет, потому что в силу аварийной ситуации, в которой находится здание, ему некуда вызывать виновную сторону, и поэтому, как говорится, нет здания, нет правосудия. Будем разбирать скоро осколки на афоризм. Что дальше будет, как оно дальше будет, неизвестно. Первые, так сказать, результаты, возможно, я более чем уверен, не все до нас доходит, но вот с такой вот проблемой сегодня пришел к нам человек, Максим. Можете как-то прокомментировать, есть ли какие-то выводы по этому поводу? В принципе, то, о чем я сказал, это пример административного дела, я вам говорю за уголовные дела, что на сегодняшний момент они не слушаются, тем более, что законом предусмотрены, скажем так, процессуальные сроки рассмотрения, что каждое дело должно быть рассмотрено в разумные сроки, участники процесса имеют право обращаться к суду, суд им должен предоставить такое право. На сегодняшний день, например, то заседание, которое у нас не состоялось, как бы мы лишены возможности, скажем так, обратиться к суду с определенными ходатайствами, которые в том числе влияют на жизнедеятельность лиц. Ну, зависят они, скажем так, вот суда, есть определенные процессуальные, скажем так, ограничения, установленные судом. Когда мы сможем обратиться к суду, скажем так, мне неизвестно. Вот в этой ситуации как бы то же самое. Человек столкнулся, услышал такой ответ. Это как гражданский человек, ну, я думаю, что он просто не понимает, как такое может быть, да, и зная как бы Конституцию, Конституцию у нас знают все, что правосудие, это отдельная ведь власть и доступ к правосудию, еще раз говорю, он должен быть постоянным и обеспечен в любом как бы случае, как бы там ни было. Поэтому, естественно, что тут человек в недопонимании, когда его дела будут рассмотрены, когда он сможет как бы возобновить нарушенное его право. То есть, на самом деле, как бы это страшно, и мне, честно говоря, тяжело объяснять, как бы даже это людям, потому что, ну, я объясняю людям, что нету здания, они говорят, ну, и когда оно появится, когда можно обратиться в суд. Тяжело людям объяснить ситуацию. Мы сегодня обращались за комментарием непосредственно к правоохранительным органам, к прокуратуре, чтобы понять, как у них идет это взаимодействие. В принципе, нас заверили, что вот во взаимодействии прокуратуры, милиции, прокуратуры, суда, милиции, суда, у них на данный момент, слава богу, все хорошо. Они взаимодействуют, они работают в таком же графике, в плотном сотрудничестве, как было, в принципе, и до переезда суда, выезда, так сказать, даже еще пока непонятно, куда они переедут. Мы также обратились сегодня за комментарием к главе территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Николаевской области Виктору Секиринскому. Я хотел бы сейчас попросить также включить видео, мы всем с вами послушаем, потом обсудим позицию суда. В Центральному районному судебнисту Миколаево есть его трактовка неверной, не только хибной, а и надуманной. В соответствии с улицей Шевченко, где нам дали помещение Шевченко-52, здействуется прием граждан, здействуется прием козовных заяв, надходление, соответствии с кременами, с кременами, потому что это иначе. Так, это там делается, это, да, действительно. Вы знаете, что специфическая дия в судовой системе порядок приема этих граждан, ой, порядок приема заяв. А что мается в виду? Что физически, то есть что керевник суду или я не имею права распределять, каким чином, комусь заявка, что справа должна быть разглядываться. Это делается автоматизировано, есть такая специальная программа, это она работает. Но закон допускает, это форс-мажорные обстоятельства, такая форс-мажорная у нас выникла, что если так и есть, то собираются суды, они, соответственно, на своих сборах, говорят, давайте будем, доручим голове суду, хай он вручную розписывает эти справки. И это дотримается. У нас никаких обмежений, особо немало, в суде немало никаких абсолютно обмежений с приводу того, чтобы працювали слідчие суды. Это те нагальні, в чинном слідчиках дии, которые тут не зупинены. Это мается в виду обшук, огляд, тому и другие. Даются в чинном суде, это у нас так и сделают. Так что я не скажу, что не працюет. А более конкретно, что я скажу, да, существующее помещение, которое находилось суду на потемке Сораде, оно в аврийном стане, уже долго и часом оно находилось. Мы прикладали великое усилие, чтобы нашли помещение. Мы обратились, я вам скажу, в местные органы, в областную администрацию, что нам помогли, и выделили помещение, хотя бы для аренды, на соответствующих условиях, как это предъявлено, между государственными установками. Нам дали ответ, что нет. И тут поштовь, який до этого привык. Что, соответственно, много выпало снигу, началось ризкое таяние. Это очень вплинуло, соответственно, на фундамент, а иначе, на все все вместения, которые рядом с судом. И начали большие пошкоджения, так что, расходилися там, между собой стены, крепления. Ну и мы запросили органи, которые отвечают за охорону працы, в том числе, Держгирпромнагляд, в том числе, и служба на звичайной ситуации. Они сказали, что там есть серьезная загроза для жизни людей. Практично мы их попросили, чтобы они это сделали, и они сказали, что хватит уже, потому что там люди находятся. И в 25-м году выдано головой суду наказ про то, чтобы это прекратить, всякую твёрдную деятельность, ось, пойти, виселить людей и нашли примещение по улице Шевченко-52. Мы своё часно опубликовали, что туда можно приходить. Будь ласка, мы никому не отмывляемо. Трошки только потерпите. С этого мы сейчас уже мали позитивную ситуацию, с розглядом этого, с пошуком этого примещения. Мы нашли таке примещение, которое соответствует европейским стандартам судовым. Ось, это примещение было, что банк столичный по улице Никольской. Номера точно не могу сказать. Тут мы действительно очень оперативно и с керевницей суду работали. Сколько тут неделя прошла. И, честно говоря, у нас на вчерашний день очень тяжелые перемоги, потому что нужно было все нюансы правови в договоре скласти, образить верно, чтобы обидвие стороны были доволены таким чином. И это, и в правовой площади, чтобы это было. Но не гадано, Национальный банк вчера как раз мы уже дойшли до высокой пиковой точки, чтобы подписать, не гадано, визнает Дельта банк, который стал властником этого помещения, не платежеспособен. То есть вводится в течение часов администрации. И в связи с этим договор был не подписан. Как бы он был, мы сегодня могли бы уже туда въезжать. Могли бы працювать. Ну, так не получилось. Но поряд с этим керевник, глава Державно судово администрации вчера, после этого, как это случилось, мав в соответствии чином разговор с главой Национального банка. Знаете, кто там сейчас керует. И у нас очень есть большие позитивные движения в этом направлении. Нам обещано. Национальный банк, он даст его аренду. Я думаю, не буду скорочувати, но дайте еще нам не больше недельки. Дайте. А людей попрошу потерпить. Центральный суд будет работать. Дальше заявок надходить, пожалуйста, они будут зарегистрированы. Там, где нагально, где по закону швидко должно приниматься решение, в этой части не суд работаю. Я хотела уточнить с приводу судовых заседаний, на объяве написано, что они сейчас пропонены. Если достаточно Я вас сейчас возьму за руку, завезу на улицу Шещенко, 52, підніму на четвертий этаж, де знаходяться слідчі судді, які працюють відповідно до режиму роботи судді. Особливо в цій частині. В цій частині працюють всі. Немає ніяких відхилень. Я вас запевняю, і відповідально за це веду розмову. Відповідально за це, що я сказав. Тобто, в цьому немає? Немає ніяких відхилень. І не може бути. З приводу судді, я так розумію, він зараз або сидить, чи буде якийсь там проводитись ремонт? В цьому приміщенні? Відомо якось так. Чи буде реконструкція? Нічого не буде. Не біда. Не буде. Я не буду вам розказувати історію, тому що історія цього приміщення складається з двох підісторій. Приміщення, яке ще в минулому столітті, десь на початку, а до нього в великі партійні часи Миністичної партії України. По указівці, це так історія каже, першого секретаря обхову партії була дана команда пальцем добудувати ще одну частину. От вона добудовано стоїть. Ви бачите, що два приміщення, воно розковлюється. Одна йде на південь, друга на південь. Бачили, так? Як ми почали шукати документацію, ми не йшли. Ну, таким чином. По указівці було добудовано. А виходячи з того, що це історична частина міста тут, по-перше, є такі розмови, що там все-таки під приміщенням, десь там в глубині і скотокомби. Дуже впливає на це стан приміщення, яке з порушенням технічних і стандартів, і будівельних, і тому інше, будовано було. І рядом трамування лінія. Це дуже все-таки ці всі чинники потусторонні, середньо впливають. Тому, там, таким вкладати великі гроші, це буде нерозумно. А вот такое вот видео мы посмотрели, только що на даний момент. Комментарий Виктора Секеринського, голови Территориального управления Государственной судебної администрації України в Николаївській області. Ми пока смотрели, у Максима вже возник первый вопрос, буквально на первых, наверное, трех минутах. Максим, що ви услышали такого, що вас возмутило? Действительно, подтверджен тот факт, який я слышал, скажімо так, в канцеляриї, по поводу того, що на сьогоднішній момент затруднена вопрос з тим, щоб дела розписувались в автоматизованному порядку системою Д3. Было сказано о том, що на сьогоднішній момент форс-мажорна ситуація возникла. У мене первый вопрос, а в чому форс-мажорність, якщо ця ситуація вже назревала годы три? Вопрос з переїздом. Я, як адвокат, допустим, його слышал, наверное, все эти годи три, що кожен год центральний суд собирается переїжджати. Тому я не считаю цю ситуацію форс-мажорною, а я считаю просто, що, скажімо так, як, ну, де-то, возможно, було б ранее невозможно, проявлено просто халатне отношення как бы к поиску подходящего здания. Я думаю, що в Николаїві как бы можна знайти здання, вот, куда переместити заблаговременно, то есть планомерно, как бы, суд, не ограничивая при этом його роботу. По поводу того, що на сьогоднішній день, как бы, осуществляється правосуддя, ну, може, действительно, как бы, следственні суди, як ви правильно сказали, взаємодействують с милицией-прокурором, як-то договариваються, где-то, как бы, рассматриваються. Я не участвував в ці дні, скажімо так, в следственних процесах по ходатайствам правоохранительних органів, які розмачують следственні випроси. Я скажу так, що те випроси, с которими я обращался, жаломи к следственнім суддям, і котрі должны рассматриваться, скажімо так, в такі ж сроки, то мої, как бы, дела, как бы, мои обращения, рассмотренные следственніми суддями, не були. Вот. По поводу росписи, как бы, ну, я считаю, что в законе, как бы, в частности, если взять уголовно-процессуальный кодекс, статья 16.2, если я не ошибаюсь, предусматривает автоматическое распределение исключительно, как бы, никаких форс-мажоров оно не предусматривает, поскольку нарушення данной стадії, как бы, уже процесса, да, в последующем может привести к отмене приговора. То есть мы можем, как бы, долго рассматривать уголовное дело, как оно обычно бывает. Ну, и в последующем, как бы, станет вопрос по поводу того, что была нарушена процедура росписи. То есть, как бы, уголовное дело может стать вопрос от предвзятости того или иного судья, поскольку он не определялся компьютером, как оно должно быть. Ну, и отсюда, как бы, будет отмена судебного решения. Естественно, будут нарушены права, как бы, естественно, опять-таки, это подрывает авторитет правосудия. То есть, по факту, любой адвокат может воспользоваться вот этим, чтобы отменить любое неудовлетворяющее решение суда? Так, нельзя говорить. Адвокат не пользуется, когда выгодно ему или невыгодно. Есть, как бы, закон, он для всех один, и адвокат, как бы, должен отреагировать на такое нарушение закона, и, естественно, на такие законы, как бы, нарушения будут реагировать. Так же само, может, и можно сказать, что если и прокуратуре будет неугодное решение, они могут этим воспользоваться. Не воспользоваться. Неправильное немножко слово. Закон один, как бы, порядок один, и его менять нельзя. Я скажу так, что я же уже объяснял, что люди к нам, как бы, обращаются с заявлениями, там, вот, как такое может быть. То есть, они, там, считают, что, может, их обманывают, там, что суд не работает. Ну, мы, как бы, объясняем, что, действительно, ситуация, как бы, такого рода сложилась. Поэтому мы, естественно, обратились, как бы, с открытым письмом к президенту. Почему? Как бы, потому что президент является гарантием Конституции, а Конституция у нас гарантирует доступ к правосудию. Ну, как бы, разрешить вот эту ситуацию. Я думаю, что помещение для суда найти можно. Вот, и можно было бы заблаговременно к этому перейти. Вопрос, как бы, почему так получилось. То есть, это уже необходимо разбираться, как бы, проводить разбирательство. Максим, могли бы вы немножко рассказать о инициативе, как раз, вот, общественной организации, объединения правосознательных граждан, и о письме, которое было направлено президенту Украины Петру Порошенко? Да, инициатива здесь какая? Я же еще раз говорю, допустим, даже взять, как бы, мою практику, то есть, мной было подано, допустим, ряд жалоб. Они не рассматриваются. На сегодняшний день там назначено судебное заседание. Люди приехали с другой области на это заседание. Оно не состоялось. Когда состоится следующее, неизвестно заседание. Не будет ли потом расценено, что там люди не явятся на заседание, которое было назначено, непонятно, скажем так, когда и кем, и расценено, что человек уклоняется там от своих обязанностей, вовремя не явился. То есть, по-разному можно, как бы, оценить, и этой ситуацией может воспользоваться и прокуратура. То есть, сказал, вы должны знать, что правосудие осуществляется, там, я не знаю, там, где, там, в здании милиции или, там, в апелляционном суде. Я захожу на официальный сайт, я, как бы, смотрю, где расписаны, как бы, дела, да, но я не вижу, там, я вижу адрес Потемкинская, Саршась, куда я прихожу, где висит до сих пор официальная, как бы, табличка центрального районного суда. То есть, отсюда, как бы, я понимаю, что суд должен находиться здесь, но просто-напросто он не работает. Я так понимаю, письмо не так давно было отправлено, да, с просьбой о выделении помещения? Да, письмо было отправлено не так давно, и я же говорю, это инициатива, как бы, так обязан просто действовать, по большому счету, ну, любой адвокат. Я не пытаюсь здесь кого-то обвинять, я, как бы, говорю о реализации, как бы, выполнении своих профессиональных обязанностей. Я понимаю, просто на данный момент есть уже какой-то ответ от администрации президента или нет на это письмо, реакция какая-то? Ну, вы же понимаете, что оно должно быть, как бы, рассмотрено, проведена какая-то проверка, как бы, я думаю, что, может, к моменту рассмотрения, я надеюсь, что вопрос, как бы, зданием разрешится, и суд все-таки будет полноценно, как бы, работать. Почему? Потому что сам по себе факт экстренного вот такого вот переезда, да, которого не должно было быть, он уже, в принципе, чуть-чуть дестабилизировал работу суда. Ну, и уже перед самым началом нашего эфира появился хотя бы частичный ответ на то, как же будет работать Центральный суд. Николаевское интернет-издание «Новости.Н» опубликовали информацию о том, что дела, которые поступают на рассмотрение в Центральный районный суд Николаева, будут распределяться между другими судами города. Такое решение довел сегодня до сведения председатель районных судов Николаева, глава апелляционного суда Николаевской области Александр Жжепецкий. Подобный порядок, по словам Александра Жжепецкого, будет действовать до тех пор, пока Центральному районному суду не подыщут подходящее помещение. Ну, то есть, по факту, дела будут рассматривать Заводский, Ленинский, Корабельные суды. Ваше мнение по этому поводу? Логично? Правильно? Возможно, нарушение закона? Ну, мое мнение, как бы, правосудие должно осуществляться в любом случае, если оно гарантировано Конституцией, как бы, прописано. Вопрос просто, чтобы информация, как бы, об этом была доступна для граждан. То есть, если это будет в таком режиме, ну, по крайней мере, как бы, на официальной странице должно быть изъяснение, то есть, в официальных, как бы, источниках по поводу того, что дела, жалобы, куда подавать, допустим, жалобы, по какому адресу. То есть, либо их сдавать в Шевченко, либо их в апелляционный суд, как бы, подавать. Для меня, как бы, с этого, как бы, разъяснение, допустим, непонятно. А вот, что касается законодательной базы, в данном случае, если дела будут рассматриваться не в Центральном суду, а в Заводском, к примеру, то это дело должен будет рассматривать, все-таки, судья Центрального помещения Заводского суда, либо судья Заводского, все-таки. Есть ли какие-то нормы? Или здесь уже, в принципе, без особой разницы? Да, ну, как без разницы. Есть, как бы, кодексом установлены принципы, как бы, подсудности, то есть, в том числе, территориальная, как бы, подсудность, которая определяет, что дела должны рассматриваться, как бы, в том или ином районе, где есть суд. Центральный, как бы, район, в нем есть Центральный районный суд, поэтому должны дела рассматриваться Центральным районным судом. Поэтому, если то или иное дело будет, как бы, передано в Заводский, знаете, можно расценить, что в этом есть определенная чья-то заинтересованность. Естественно, можно критически к этому отнестись и сказать, что такие действия не предусмотрены, во-первых, противоречит Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу Украины и направлены, возможно, на принятие в дальнейшем незаконного решения, скажем так. Чтобы все было закона, необходимо, чтобы все-таки дело рассматривал судья Центрального суда, но в принципе в помещении Заводского. Такое допустимо? Я скажу так, допустимые выездные судебные заседания, поэтому в практике естественно есть. Естественно, я не думаю, что верно будет рассматривать дела в здании ГСО, потому что есть определенные требования к помещениям судебным, в том числе и обеспечения режима секретности. То есть, есть ли на сегодняшний день в здании ГСО специальное помещение для обеспечения режима секретности, которое прошло, скажем так, все проверки и, по-моему, СБУ у нас контролирует соблюдение режима секретности. Дано ли разрешение? Можно обратиться в СБУ, спросить вопрос. Почему? Потому что несоблюдение требований к секретности – это уголовная ответственность предусмотрена за это. Ну, вот имеем такую сложившуюся ситуацию. Нас, как журналистов, возмущает почему-то тот факт, вернее, возмущает тот факт, почему информация о том, как будет работать центральный суд, нам приходится собирать самим по крупицам кому-то звонить, кого-то что-то узнавать. Как нам кажется, в нынешних условиях суд, наверное, должен сам быть заинтересован в том, чтобы донести до людей через средства массовой информации всю необходимую информацию об изменениях в работе суда, о месте его положения. В общем, я думаю, что, уважаемые читатели, вы услышали, что на Шевченко-52 в здании ГСО работает у нас секретарь от суда, правильно я понимаю, а дела, скорее всего, рассматриваются в апелляционном суде. Скорее всего. Я же говорю, на сегодняшний день назначено дело, оно не рассматривается, мне неизвестна дата следующего, я не получил никакого уведомления. Посмотрим, как будет в дальнейшем соблюдаться заявление главы апелляционного суда Александра Жирипецкого о том, что дела будут разделяться между тремя другими районными судами. Я хотел бы, Максим, с вами поднять еще такую тему, не менее важную, как мне кажется, и я думаю, что вам есть что сказать, тема судебной реформы. Я не хотел бы сейчас обсуждать какие-то судебные реформы, которые были, которые планируются. Я хотел бы просто у вас узнать ваше мнение относительно того, какая судебная реформа необходима Украине, необходима ли она вообще и что необходимо менять в этой судебной реформе. Вас как человека, который едва ли не каждый день сталкивается с этим. Вы знаете, я могу сказать, что мы, в принципе, с времен независимости Украины все время живем в состоянии так называемой судебной реформы. Малой судебной реформы, большой судебной реформы, 2000-е годы. То есть мы с нее, можно сказать, фактически не выходили. То есть все это время мы реформируем. Есть положительная динамика в изменении законодательства, в частности, если взять, допустим, уголовный процесс с принятием кодекса 2012 года. Естественно, он ориентирован более на позицию европейского суда, то есть на практику европейского суда, которая является, скажем так, приоритетней по отношению даже к национальному законодательству, если есть какие-то между этим разногласия. Вот. Вопрос в том, как бы, что судами просто игнорируется эта позиция, и дело как бы не в реформе. Сама по себе реформа, там, изменение названия, там, суди или количество штатов, оно само по себе ничего не поменяет. Почему? Потому что если есть закон, для того, чтобы он исполнялся, должен быть институт ответственности, который должен работать. То есть, если должностное лицо нарушает, скажем так, присягу, нарушает свои служебные обязанности, своими действиями, либо проявляет бездействие, то, естественно, как бы, жалоба лица на действие или бездействие должна быть рассмотрена компетентным органом. На сегодняшний день это высшая квалификационная комиссия судей. И если действительно доводы есть обоснованные, а нарушения есть грубые, то, естественно, должны быть приняты определенные санкции к суде. Я вам скажу так, что за свою практику, ну, в прошлом году, как бы, я столкнулся в Ленинском суде, там, действительно, ситуации, я не буду сейчас вдаваться в подробности, ну, грубо нарушены были права людей. Это предмет, я думаю, отдельной, скажем так, телепередачи, грубо нарушались права людей, там, то есть, ну, основополагающий принцип. Ну, было направлено около трех или четырех жалоб в комиссию, как бы, они, безусловно, должны были быть рассмотрены, безусловно, судьи должны были быть привлечены к ответственности. Я не получил ни ответа, обращался с письмами, когда будет рассмотрено, мне сказали, смотрите на официальном сайте, когда вы увидите. В этом году тоже отправлялись. То есть, мы имеем, как бы, картину, что просто судьи понимают, что затеяли иные нарушения, скажем так, просто так, к ним не применяются никаких мер. Поэтому отсюда мы и имеем неодинаковое применение норм закона в одной и той же ситуации, то есть, которая, вроде как бы, очевидна, понятна, но в то же время мы получаем решение, скажем так, в другую сторону. Либо мы читаем кодекс по одному, а оказывается, что суд этот кодекс трактует по-своему. Хотя, как бы, расширенное толкование закона, в принципе, запрещено. Его надо понимать так, как он есть. То есть, повлиять как-то в дальнейшем или обжаловать, скажем так, и для того, чтобы судью этого привлекли, чтобы это было пример для других, что все-таки, да, действительно, норму закона надо применять одинаково. На сегодняшний день этот механизм не работает. Поэтому я считаю, что в первую очередь, как бы, должен заработать механизм рассмотрения, открытого рассмотрения, квалифицированного жалоб на действия судей. Ну, действительно, имеет место быть, когда жалобы являются необоснованными. То есть, там, судья повысил тон, человек уже считает, что он его, то есть, обидел. Да, разные ситуации. Есть, как бы, нарушения, действительно, вопиющие и грубые. И человек, судья, допустим, чувствуя безнаказанность в этом, продолжает дальше себя вести в таком же духе, но при этом, как бы, еще и, как можно сказать, обиду имеет на адвоката, который обратился в квалификационную комиссию. Как бы, и тем самым доказывает, что меня не привлекают и не привлекут. О чем говорить? Зачем, то есть, проводить какую-то судебную дальнейшую, как бы, реформу, если не работает институт привлечения? С него надо начинать, скажем так. Ситуация, которая была с судьей Рудяком, да, которая уже покинула пределы нашей страны, вот как быть в данном случае? Вроде бы, как и судья независим, да, то есть, его тяжело привлечь к ответственности, либо, вернее, иметь механизм привлечения к ответственности, как механизм возможного влияния на судью, на принятие им каких-то решений. И в то же время мы видим, что есть доказанность в совершении, то есть, причастность к совершению преступления. В итоге, все зависит просто от решения Верховной Рады, которая либо соберется, либо не соберется, чтобы снять с судьи неприкосновенность и дать возможность правоохранительным органам его арестовать. Как здесь быть, вот в этом плане? Я не хочу, как бы, привязываться конкретно к этой ситуации. Это та проблема, о которой просто я, напросто, сказал. То есть, ну, не существует, как бы, здорового, скажем так, механизма, который бы мог оперативно работать и оперативно реагировать и действительно показывать гражданам, что есть еще система, как бы, контроля. Потому что на сегодняшний день, я считаю, что судьи, ну, просто, как бы, манипулируют тем доверием, которое закон им наделил. То есть, особый порядок привлечения к уголовной, там, ответственности. Поэтому, как бы, отсюда мы и имеем, как бы, позицию граждан по отношению к суда. Отсюда мы имеем, как бы, и законы про очищение влады, проведение, там, переаттестации. Как бы, а по сути, как бы, оно же ничего на сегодняшний день не меняется. Пока не начнет работать на должным образом квалификационная комиссия, пока не начнут рассматривать грамотно квалифицированные жалобы. Как бы мы не реформировали, чтобы мы не меняли, ничего не поменяется. Закон мы не заставим, как бы, работать. Вот и все. Спасибо вам, Максим, что уделили нам время, за то, что пришли к нам в студию, пообщались на такую важную проблему, которая, на меня, возникла в Николаеве. Вам успехов? Ну, она действительно, как бы, важна, и ее надо, как-то, побыстрее, действительно, решать. Будем надеяться, что в ближайшее время все-таки... Можно предложить, я не знаю, может, конечно, можно предложить здание, мне так кажется, центральной районной прокуратуры. Прокуратуре центрального района можно переехать в областную прокуратуру, да, там достаточно хороший ремонт, что в том здании, что в том. Ну, как бы, суду переехать туда, все-таки это государственные органы, я думаю, между собой должны этот вопрос как-то решить. Ну, я думаю, ваши пожелания. Это, да, это такое, то есть... В любом случае, вам еще раз спасибо. Успехов в вашей деятельности, успехов в ваших начинаниях. Спасибо вам большое. Да, всего хорошего.